Борода сказал, что он в деда попал. Обожаю эти интриги. Ты можешь просто умолчать какую-то информацию, которая может спасти жизнь человека. Ты знаешь человека, который хотел навредить лисице? Этот детектор лжи навсегда запомнится вам и всей команде Magic Five. Впервые за всю историю детектора лжи тебе зададут вопрос онлайн. Это правда, что ты разбил свой пост? В этом выпуске вы узнаете, почему Артур хотел, чтобы Борода ушел из команды. Именно ты голосовал против Бороды. Это неправда. Может ли еще один участник команды Magic Five покинуть ее навсегда? Кто-второй? Кто знает Респект? Сейчас ты узнаешь. Возможно, мне имеет смысл просто создать отдельный канал. Ты сам видишь, потихоньку все распадается. И у меня тоже есть обстоятельства, из-за которых я вынужден уйти. И главный вопрос. Какая основная причина ухода Респекта из канала? У меня, знаете, было такое чувство долга, что я должен был уйти, а не Борода. Это все и даже больше вы узнаете в сегодняшнем выпуске детектора лжи. Ты должен еще компанией какие-то деньги? У меня машина дешевле, чем ее коробка. Да нет, да ты не можешь быть здесь, это просто какой-то бред. И все так же, сегодня с нами лучший полиграфолог нашей страны. Человек, который помог нам разобраться в разных вопросах. Ты реально приемный? Она отрубила собаку! Это не было тебе, не было? Ну нет. Это бери свою смолку. И ни разу нас не подвел Роман. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы понимаем, что многие из вас не верят в реальность происходящего на детекторе лжи. Поэтому сегодня мы снова пригласили наших подписчиков на площадку, чтобы они смогли задать любой вопрос, который интересует. Ребята, привет! Привет! А сегодня они будут задавать любые вопросы, которые придут к им в голову. И вообще, знаете, следующий детектор лжи мы хотим сделать масштабным. Собрать более 300 человек в одном месте, в огромном ангаре. И пригласить огромное количество наших подписчиков. Поэтому, если ты подписан на канал, пиши в комментариях любой вопрос, который ты бы хотел задать на детекторе лжи. И, возможно, именно ты окажешься на этом месте. Ну а мы начинаем. Погнали! И наш первый участник Борода. Ребята, мне очень стремно находиться здесь одному. Нет респекта. Евтушенко тоже не в стране. Я здесь один. Зовю тебе сразу первый вопрос. На одном из детекторов лжи ты рассказал о загадочном существе в Чернобыле. Это правда, что оно существует? Ты должен признаться. На самом деле, очень сложно говорить по этому поводу, потому что все, наверное, знают, как я обожаю животных. И мне вообще стремно упоминать что-либо по поводу этого животного, чисто из-за его безопасности. Да, это правда. Я... Ну, это животное существует. Капец, я даже не знаю, что это может быть за животное. Это правда. Я в который раз замечаю, что эта тема реально всем интересна. Я очень часто вижу, как люди мне пишут директ. Под комментариями столько комментов. Комментариев было, да, безумно много было комментариев по детекторам лжи. Я вижу, что это всем интересно. Если это реально так всем нужно, я готов поехать в Чернобыль, попытаться найти вновь это животное. Борода ломается, не хочет признаваться, что он реально увидел какого-то радиоактивного хомяка, наверное, и все. Но при одном условии, чтобы этот ролик не спровоцировал других людей на поиск этого животного, я очень буду из-за его безопасности. Если вы сможете в комментариях мне хоть как-нибудь пообещать, что животным все будет хорошо, я реально поеду туда. Мы соберем целую команду, я думаю, даже поеду не один. Борода, я тебе обещаю, я поеду с тобой в Чернобыль найти это животное. И если мы сможем найти это животное, поверьте вас, это повернет в шок, потому что такого существа вы еще никогда не видели. Это правда? Это правда. Как же ты волнуешься, это просто... Я волнуюсь, потому что... У него там показатели просто скачут очень сильно. Ну, очень страшно за животное, правда. Я очень боюсь за безопасность. Этот вопрос набрал самое большое количество лайков на предыдущем детекторе лжи. Я обязан тебе его задать. Воровала ли команда Magic 5 идеи для своих роликов? Борода, ответь всем, воровали ли мы ролики? Ладно, если вкратце, то да. У нас такое было. Это правда. Вот этот лысый все тырит в чистую. Да нет, я просто жертва обстоятельств. Мы действительно пытались когда-то заимствовать идеи роликов. Детектор лжи мы украли у Романа и его вместе с ним. Взять идею, перекрутить ее больше на свою и на основе этой идеи сделать новый ролик. Дополню бороду из-за того, что мы выпускали по три видеоролика в неделю на протяжении огромного количества времени. И невозможно придумывать идеи прям каждый день. Я сейчас прочитал следующий вопрос. Почему-то его адресовали именно тебе. Это правда, что Дима Респект был долларовым миллионером? Интересно, что ответит борода? Это вот из тех разрядов вопросов, когда это очень опасный вопрос. Раньше это было правда, сейчас нет. Но он все просто... Респект раньше был долларовым миллионером благодаря тому, что ему очень сильно повезло с биткоином. Биткоин тогда очень сильно прям бабахнул. Да и он буквально недавно был 60 тысяч долларов за один. Да я даже помню момент, когда мы заезжаем с Респектом на заправку. Я говорю, Респект, ты как-то так припарковался. Он говорит, если захочу, я сейчас куплю эту заправку. По факту, да, он раньше был долларовым миллионером. Сейчас нет. Это правда. Подробности, что было дальше с Респектом, мы не будем вам рассказывать. Конкретно вопрос мы ответили. Ну а следующий вопрос даже я не знаю. Поэтому я предлагаю тебе обратить внимание на наших подписчиков. И именно они зададут следующий вопрос. Обожаю эти интриги. Куда ты уехал во время съемок большие христики-нолики, когда вы скидывали большие предметы? Блин. Да, он же реально уехал тогда и даже не сказал, куда он едет. Вольту стало очень-очень плохо. Я более того скажу, он тогда попал в больницу. И ты так долго молчал? Я реально вынужден был его забрать даже так, чтобы об этом не знала Настя. А, так вот, чего ты молчал. Я просто не хотел ее расстраивать. Я знаю, как она ранимая. Я забрал Вольта в больницу, после чего он был настолько в тяжелом состоянии, что я потом просто попросил родителей присмотреть за ним. Если бы Настя не дай бог узнал, что с Вольтом что-то бы случилось, она бы ему не простила этого. Я сейчас говорю полностью правду. Это правда. Знаете, есть один человек, который является частью нашей большой команды уже очень много лет. Он чаще всего находился за кадром. Ну а сегодня он впервые сядет на детектор лжи. Это Эскобар. Олег, спасибо тебе огромное, что ты согласился быть здесь. Расслабься. Нам это не впервые, но для тебя сейчас будет просто невероятный стресс. Восьмой детектор и впервые появляется Эскобар. Честно, у меня до сих пор руки потные, когда мне цепляли эти все приколы. Я знаю ваши вопросы. Заметь, он уже сел и говорит, что у него потные руки. Уже начинает нервничать. Это правда, что ты был должен компании Magic 5 более 74 тысяч долларов? Что в смысле? Я знаю, о чем он. А что я не знаю? 70 кусков. На самом деле это правда, но знает только два человека. Кто второй? Кто знает? Респект. Сейчас ты узнаешь. Да, это правда. Да, это правда. Когда Борода заказал себе Мазерати, оно сюда приехало, и мы практически на третий день с ним поехали кататься. Я не знал, что вообще все так вообще обернется. И за рулем был не Борода, а был я за рулем. Стоп, Борода сказал, что он в ДТП попал. Он это говорил на канале, он это говорил нам. Он попал в ДТП, но за рулем был я в тот момент. Подъехал Евтушенко, и только Евтушенко и Борода это знал. И деньги на починку этой машины были взяты с компании. Потом мы ее продали. Ты должен еще компании какие-то деньги или нет? Сейчас уже нет, не должен. Хорошо. Следующий вопрос пришел нам на почту. Я не знаю, кто мог его задать, но, чувак, если ты сейчас ответишь правду, и это окажется реальностью, у меня очень жестко подорвется к тебе доверие. Потому что я лично подходил и задавал тебе этот вопрос, и ты мне ответил отрицательно. Это правда, что ты все время, пока мы искали Респекта, знал о его месторасположении и даже общался с ним? Мы поехали в другую страну, мы потратили много сил, энергии, денег, а он просто знал, где Респект. Мы с ним очень давно уже знаем друг друга. А нас ты не так давно знаешь? Нет, я Респекта знаю больше. Я вас знаю три года, Респекта пять. И мы вместе с ним друг другу дали локацию на телефон, где мы находимся. Во-вторых, Респект, когда улетал, он попросил меня никому не рассказывать. Да, это правда. Но я сделал это из-за просьбы друга. Мы хотели его найти. Хотя бы сказал бы, что с ним все хорошо. Роман. Это правда. 12 часов перелета, 6 тысяч долларов. Мы это все нахрен потратили, только ради того, чтобы знать с нашим другом, все хорошо или нет. Ты мог просто взять и сказать, что все хорошо. Почему, когда мы у тебя спрашиваем, ты мог бы хотя бы намекнуть и сказать, что да, человек находится в другой стране. Когда вы спрашивали, он был в полете, у меня не было локации. Когда его побили, наверное, пытались включить телефон. Скорее всего, он подключился к Wi-Fi, и мне пришла геолокация. И только тогда я узнал через двое суток, что он в Доминикане. Ты понимаешь, что если в следующий раз, не дай бог, с кем-то из нас что-то случится, ты можешь просто умолчать какую-то информацию, которая может спасти жизнь человеку. Понимаешь? Я понимаю, я же не знал, что до такой степени все будет плачевно, Никита. Это, ну, не моя вина. Ладно, я переборщил, извини меня, пожалуйста. Я уже тоже только сейчас это осознаю, когда знаю, что с ним все нормально. Ну, а следующий вопрос задаст наш подписчик. Это правда, что ты работал полицейским? Это та самая история, как мы вообще познакомились с ним. И как я, я первый человек, который увидел его, что вы понимали, из Magic Fire. Да, я действительно работал полицейским. Блин, прикинь, он реально мог быть ментом. Здравствуйте, ваши документы, Олег Эскобар. Это правда. Мы познакомились именно с Никитой во время того, как они отснимали пранки. Никита показывал фокус во дворе. Я в то время хотел попасть в полицию. И я два месяца был на стажировке. Вот почему он так смело общается с ментами, когда они останавливают его. Он реально берет телефон, начинает снимать. Он может их вообще даже послать. Здрасте. Шоу ворядочку. Бухаюсь за рулем. Потом этот видос просто захайпился, разлетелся везде. Там уже 22 миллиона. И меня начали узнавать. Я уже физически просто не смог дальше работать в полиции. Следующий вопрос касается твоей личной жизни. Это правда, что из-за Артура ты расстался со своей девушкой? Офигеть. Из-за тебя Олежа расстался со своей девушкой? Да, это правда. Я из-за Артура расстался со своей девушкой. Вау. Я, смотри... Поворотик, нифига себе. Это правда. Ты можешь рассказать, как это было? Артур, сам того не зная, закрыл меня в подвальном помещении. Конечно, крышка там очень тяжелая. Я не смог ее поднять, но до ролика, когда мы начали снимать, я сказал своей девушке, что я не опоздаю на свидание. И она там прождала более трех часов. И после этого не выдержала. Из-за того, что у нас постоянно какие-то съемки. Мне сложно объяснить, но ситуация сама позволила так сделать. Спасибо тебе огромное, что ты согласился. Но мне было точно страшно, честно. Хоть вопросы были вроде бы и простые, но мне было стремно. Друзья, у нас для вас невероятно крутая новость. Теперь мы открылись не только в интернете, но и в реальной жизни. Теперь наш реквизит можно купить в магазине World of Comics. Этот магазин находится в самом центре Киева, возле метро Льва Толстого. Вот так выглядит наш стенд. И теперь ты можешь подойти и выбрать любой фокус, который тебе нравится в реальной жизни. И в честь этого мы объявляем скидку в минус 20% на наши ТикТок-лампы и ТикТок-академию. Скидку в минус 20% ты можешь получить по промокоду COMICS. И тебе нужно его вводить прямо вот в это поле на нашем сайте. Внутри этой коробки ты найдешь 2,5 часа видеообучения, в котором мы расскажем тебе все секретные алгоритмы ТикТока. Как же делать невероятно крутые переходы и профессионально снимать на свой мобильный телефон. Ну и самое главное, мы расскажем тебе, как зарабатывать на ТикТоке. Сегодня популярные ТикТоки разрабатывают миллионы долларов по всему миру. И настало твое время. Прямо сейчас, переходи по ссылке в описании, и ты получишь первый урок длиной в 25 минут абсолютно бесплатно. Там мы расскажем, как же MagicPive стали популярны в ТикТоке. И что нужно делать, чтобы стать самым популярным ТикТокером. Наши ТикТок-лампы работают даже от пауэрбанка. И точно сделают твою картинку максимально яркой. По этому промокоду мы выберем 100 человек, которые получат по вот такой фигурке с нашими автографами. Поэтому не забывай про промокод КОМИКС, и мы тебя ждем по ссылке в описании на нашем сайте. Погнали дальше. Итак, тут редкий случай, когда я становлюсь ведущим детектора лжи. И мне приятно пригласить сюда Никитосика. А мне не очень приятно здесь находиться. Не начнешь? Да я только прилетел. У меня сейчас была невероятная нервная ночь из-за того, что там мне все банковские счета заблокировали. Поэтому я готов, но это будет сложно. Правда ли, что ты знаешь, кто заблокировал все твои счета на карточках? Мне кажется, это его девушка. Так они с девушкой были. Я знаю, кто это сделал. Это правда? Это правда. В момент, когда мы снимали ролик 24 часа с Алиной, где она к чему прикасается, я все это покупаю, мне заблокировали все мои банковские счета. Сами посмотрите, вот все документы. У меня на счету сейчас вообще нет денег. У меня было целых два банка, и каждый банк заблокировал все, что у меня было. Я начал разбираться с юристом по поводу этого вопроса, и оказалось, оказалось, что этот человек, который специально заблокировал все банковские счета, чтобы ты понимал, это я. Прикинь, в смысле? Ты сам себя... В смысле? Ну как? Мы заказали новые карты Magic 5, ты в курсе? Я оплатил наши карты, пожалуйста, вот вам пруфы. И суть в том, там еще осталась на 77 тысяч гривен доставка. И эти деньги американская компания сняла с моей кредитной карточки по контракту с кредитных средств, потому что я не отвечал. И в итоге вот эти 77 тысяч гривен снимаются, и мне дают штраф в 2700 долларов, чтобы вы понимали. Это Ланос, ты тупо Ланос потерял за то, что ты кредитные средства потратил. В последнее время на канале Magic 5 стали часто появляться ролики с участием Алины. Даже я не так часто появляюсь, как Алина на Magic 5. Значит ли это, что она может стать новым участником команды Magic 5? Такие вопросы задаешь. Кстати, может она реально будет новым участником вместо респекта? Алина. Алина? Да ну нет. Я считаю, что девушка, она не может стать основным участником команды. Это правда? Нет, это не правда. Он сам в шоке был. Сам в шоке. Сам от того, что сказал, он даже не понял, что он сказал. Да я сказал правду, как я ощущаю, но возможно по показателям я слишком нервничаю. Ну, я реально думал, что это невозможно. Ты реально нервничаешь, что обидно. Если вам это будет некомфортно, то возможно мне имеет смысл просто создать отдельный канал, где я буду снимать конкретные ролики про отношения. И я не буду это путать с контентом Magic 5. Где будет только Никита и Алина? Я правильно понимаю? Только ты и Алина? Я считаю, что это правильно, если они замутят свой канал, не будут никого задалбывать. Если вы этого хотите, напишите об этом в комментариях. Никита, сделай канал с Алиной. Я буду снимать какие-то ролики, где только мы вдвоем будем. Следующий вопрос будет более жесткий. Я думаю, один из самых неприятных вопросов, который же давно висит в воздухе, и мы должны его были давно закрыть. Это правда, что ты знаешь, кто подрезал тормоза лисиц? Да. Да, это правда. Офигеть, серьезно? Это что, это получается покушение было? Ты знаешь человека, который хотел навредить лисице? Помнишь, когда мы с Респектом отошли от всех? Мы очень много тем затрагивали. Мне Респект даже показывал видеоролик, где тип рассказывал, почему были проблемы с тормозами. Вот это видео. Давай сейчас на экрану увидим. Мы провели тщательную экспертизу данного дела. Весомое значение дала неспешная проверка самого автомобиля и полной тормозной системы, что была добровольно предоставлена лисице Дмитрием Сергеевичем. Отчет по ДТП, а конкретно по техническому снабжению автомобиля Мазда 3, показали, что тормозные колодки не были испорчены вручную. Иными словами, тормоза никто не подрезал. Виновных в данном происшествии нет. Обалдеть просто. Типа понимаешь, в чем суть? Он сказал, что нету виновных, но на самом-то деле есть виновные. И это просто предыдущий владелец этой Мазды. Поэтому, ребята, когда вы берете тачки, пожалуйста, проверяйте тормоза. Следующий вопрос тебя реально сейчас удивит. Более того, тебя удивит, кто его задаст. Впервые за всю историю детектора лжи тебе зададут вопрос онлайн. Внимание на экран. Димон, смотри, Есушенко позвонил. Он вышел на связь. Прикол. Ты меня Димонов хочешь удивить? Серьезно? У меня есть вопрос для Никиты. Никита, скажи, пожалуйста, на прошлом детекторе кто покинет Magic 5? Это правда, что ты проголосовал против меня? На хрена Дима задал этот вопрос? А это можно разглашать? Ну, по факту уже да, потому что это уже в прошлом. Да, я голосовал конкретно против тебя. Но не по причине того, что я на тебя очень злой был. Не по причине того, что я хотел, чтобы ты ушел с канала. А это не так. На самом деле, главная причина была в том, что Дима был единственным, против кого я мог проголосовать. Потому что у него есть отдельный канал. И он продолжил бы свою жизнь как видеоблогер. И все было нормально. Поэтому таким образом я хотел спасти тех людей, для которых Magic 5 это чуть ли не последний шанс, знаете, удержаться в видеоблогинге. Это правда? Да, это правда. Все. Ну, теперь ты знаешь правду и, ну... Обалдеть. Я скажу, что, наверное, я даже в какой-то степени тебя понимаю. А я бы поступил точно так же, если бы я был на твое месте. И даже больше скажу, что на твоем месте я был. Потому что я тоже голосовал. И я проголосовал против тебя. Ого. Слава богу, что это все в прошлом. И... Обалдеть. Я... Я теперь буду просто с этим жить, но я надеюсь, что между нами нет. Я просто попытался, чтобы ты знал, чтобы ты не думал, что я узнал, а ты не знаешь. Благо, все у вас уже хорошо. Я очень боялся, что это из-за той драки и конфликт не исчерпан. Сука, какую... Это убери свою сплату. Magic Five станет своей семьей, все будет классно. Ребята, давайте настроимся просто на лучшее, серьезно. Спасибо. Друзья, у нас появился реальный выход на Моргенштерна. Морген что? Моргенштерн. Это один из самых популярных людей в СНГ сейчас. Давайте так, как только на нашем канале наберется 10 миллионов подписчиков, мы постараемся позвать Моргенштерна к нам в ролик. Подожди, Савич. Ну, чтобы это сделать, твоя задача разослать это видео всем своим друзьям. Чтобы мы как можно быстрее получили бриллиантовую кнопку. И как только у нас будет 10 миллионов, мы постараемся реализовать ролик с Моргенштерном. Все зависит только от тебя. Итак, наш следующий участник Артур. С меня все, что можно было, уже выжили. Нет, нет. Я просто ни другой информации не имею. Не все. Мне в Телеграм написал очень близкий твой человек. Он мне скинул кучу ссылок, где ты постоянно нарушаешь скоростной режим. Ты повышаешь скорость более чем на 200 километров в час. Но самый главный вопрос. Это правда, что ты разбил свой Порш? Порш разбил, в смысле? Ты в течение двух недель не появлялся в офисе на своем Порше. Никому про него ничего не рассказываешь. Кстати, он уже две недели катается на Кадиллак. И мою машину сколько раз просил. Ты его разбил? Нет, я не разбивал Порш. Нет. Это неправда. Нет, я серьезно. Я не разбивал его. Ну как? Если вот он спокойный, я задаю вопрос, вот идет скачок. Машина изначально, она и создана для того, чтобы на ней наваливали. Ну не наваливали в городе. Я Артура не узнаю. Он как? Не, ну слушай, я ездил на треке. Я ездил на Чайку. Ты знаешь, это место там проводят гонки. Там нету камер. Зачем ты врешь? Не был трек. Ну типа Артур. То есть он просто по городу гоняет? Это безопасность не только твоя, но и пешеходов, и других людей, которые с тобой едут. Если ты заметил, то все мои нарушения, они были только ночью. Днем я никогда не гонял, потому что я понимал, есть поток машин. Но это же не 11 штрафов там за неделю. Это жесть. Как? Так что с машиной случилось? Она не разбилась, у нее сгорела коробка переключения передач. А я думаю, он еще сториз выставлял, говорил, что полмиллиона за коробку. У меня машина дешевле, чем у меня коробка. Кому интересно увидеть, в каком состоянии сейчас моя машина, переходите в мой инстаграм. Там я расскажу все. Начиная от того, как оно сломалось, сколько денег нужно было потратить. Давай следующий вопрос, я тебя умоляю. Я уже не хочу в машину. Для меня это полючая тема. Пожалуйста, пообещай нашим подписчикам, что ты не будешь прям жестко превышать скорость. Я обещаю, что превышать скорость в людных местах я не буду. Вопросы такие пошли. Это правда, что вскоре ты можешь покинуть команду М5 вслед за Респектором. И это зависит не от тебя. Я что-то не знаю? Артур собирается покинуть команду. Нет, Никита сказал, что это не от него зависит. Да. В смысле, да? Это правда. В смысле? Что за херня? Никит, понимаешь, не то чтобы это по моей воле. Ты сам видишь, потихоньку все распадается. И у меня тоже есть обстоятельства, из-за которых я вынужден уйти. Да ничего не распадается, все нормально. Но у каждого человека есть выбор. Здесь не мой выбор. Мне так нужно сделать. О, черт, а что происходит? Ко мне просто-напросто банальная пришла повестка в армию. Я ее сначала проигнорил. Но сейчас дошло дело до того, что меня уже назначили время и дату, когда меня уже забирают прям в армию. Серьезно? Я правильно понял, что эту повестку передали по месту жительства, где ты находишься. И кто-то открыл дверь, ее взял. И таким образом ты обязан пройти комиссию. А как его могут забрать в армию, если больные почки? Помимо больных почек, у него еще проблемы с шеей. Так ты им снимки покажи. Ты им покажи, что с тобой. Покажи свои почки. Ты понимаешь, что ты хотя бы попробуй, это хотя бы шанс. Так в этом и проблема. Я когда поступал в универ, проходил военкомат, и там эти снимки все видели, и они просто написали здоров. И это правда. Блин, если Артур реально пойдет в армию, я прям адекватно даже не могу на это как-то отреагировать. Это правда, что на прошлом детекторе именно ты голосовал против бороды? Откуда у вас эти вопросы? Откуда сразу мысль, что именно я? Написать, чтобы брата выгнать? Я не верю. Ну, типа, кто угодно, но не брат. Ну, типа, я, ну... Я этого внутри не желал. Посмотри, он нервничает. То, как это могло быть, это, возможно, ну... Видишь? Артур, что происходит? Ты голосовал против бороды, да? Нет. Я не хотел в душе, чтобы он уходил от нас. В смысле в душе я не хотел? В смысле? Ты не голосовал, да? Нет, нет. Это неправда. Артур, какого хрена? Аппаратура просто глючит. Я не хочу даже ничего тебе комментировать. Это неправда. Ты проголосовал против родного брата? Нет, я ничего не голосовал, Никита, это просто... То есть это из-за Артура, получается, ты ушел? Он мой родной брат, я бы не хотел, чтобы он уходил от нас. Так это нормально, но все уже в прошлом. Ты можешь хотя бы просто рассказать, почему, почему ты так поступил? Какая у тебя позиция? Никита, у меня позиция пойти и нервы себе не трепать. Я не верю, ну, я, я, я... Очень странно. Ребят, я только что готовил следующего участника на это место. И мне позвонил человек, звонка которого я вообще не ожидал. Я поначалу даже растерялся, потому что он не может появляться на нашем канале больше. Но я думаю, что для вас это очень важно. Следующий участник, Дима, респект. Какой респект, в смысле? Респект? Серьезно? Дима, привет. Как вы там? Я уже за вами соскучился. А, он на видеосвязь вышел. Я сначала не понял, я думал, он в зале. Блин, чувак, я так за тобой скучаю. Димон, мы для тебя не готовили никакие вопросы. Я не знал, что ты будешь звонить. Я здесь, чтобы ответить вам на все вопросы, потому что директ разрывается, пацанам вопросы задают. Я просто одно время был не в состоянии, потому что у меня была повязка на лице, потому что у меня была челюсть поломана. Вот, сейчас я, в принципе, очухался. Со мной все окей, стабильно, по крайней мере. Он реально, у него прям вот так вот щеки передавливали эти все бинты, эти бинты в носу. Это было просто ужасно. Я сегодня хочу рассказать самую главную причину своего ухода, но я хочу, чтобы вы понимали сокупность всех причин, по которым я был вынужден покинуть команду Magic 5. Первая причина, это, конечно же, мои отношения, потому что это подшатнуло меня еще с прошлого детектора, потому что мне отказала Ира. Прости меня, пожалуйста. Но нет. Это такое услышать, да еще при всех. Чувак, я знаю, респекта 5 лет, он ни одной девушке не делал предложение. И на мне очень сильно отпечаталось то, что борода ушел, но все подписчики тогда проголосовали против меня. И, знаете, было такое ощущение, что, ну, по сути, подписчики, это самое главное. Подписчики, по сути, решают. И, знаете, было такое чувство долга, что я должен был уйти, а не борода. Да, реально, респект это был, словно, не в себе. И основная причина, по которой я ушел, к сожалению, это состояние моего здоровья. Все-таки здоровье. Сейчас пока сложно о чем-то говорить. Просто в тот момент мне было мало того, что физически, да еще и морально плохо. Поэтому я должен был уехать. У меня вообще не было стены сниматься в роликах. Никакого настроения. Была полная апатия. Если кого-то интересует более подробно, что произошло, почему так, я специально для вас снял видео на свой канал, где все объяснил. Потому что если я здесь начну об этом рассказывать, то мы просто убьем 30 минут времени. А я уже выпустил ролик, где я об этом все рассказал. Я не дурак, или снимать свечу. Что это, блядь? Меня, походу, что-то укусило. Ладно. Эй, мэд! Да ну нахуй! Поэтому я просто ребятам оставил ссылку, которую они вставят в описании этого ролика. И вы просто перейдете и посмотрите. Наконец-то он начал хотя бы не врать сам себе. И он открывается. И это самое главное. Спасибо всем большое за понимание, что поняли мою ситуацию. Что я просто физически по здоровью сейчас не могу вывозить такой объем роликов. И спасибо за то, что вы меня поддерживаете. Спасибо. Я вас просто всех поцеловал, всех обнял. Пока. Я реально рад хотя бы тому, что я Респекта смогу видеть на его отдельном канале. Они фиг знает где и без связи, без ничего. Теперь я хотя бы знаю, что с ним все хорошо. Он лечится. Все будет у него нормально. И более того, он будет радовать нас новыми видосами. Блин, это только радует. Ребята, как вы считаете, Респект должен вернуться или должен вести свой канал? Напишите об этом в комментариях. Я считаю, что он должен вернуться. Можете снять маски. Это будет интересно. Нахрена нам с тобой детектор? Мы можем отдельно нормально поговорить. Артур, ты слышал, что ты это сказал? Что я? Я слушал тебя, что ты говорил тогда. Хорошо, ты веришь в железяки больше, чем мне. Ты серьезно? Я не знаю, почему Артур проголосовал против бороды. Ну, возможно, у него есть какая-то аргументация, как он может вообще это объяснить. Мне кажется, вот сейчас мы об этом и узнаем. Хорошо, постой, давай так. Я задаю тебе вопрос тогда, и ты просто отвечаешь. Потом ты мне вопрос, я отвечаю. И мы так и решим конфликт. Давай, давай. Окей, ты на меня на что-то обижаешься? Да или нет? Нет. Да на что они могут обижаться? Он еще так сказал, типа нет. Ну, это же очевидно. Детектор скажет правду. Смысл врать? Это неправда. Ну, теперь говори правду. Может, какие-то мелкие обиды, да, но прям так, чтобы сильно обижаться, нет. Ну, есть моменты такие, которые просто мне неприятны. Ну, то, что я вообще последнее услышал, ну, правда. Да все не так. Я себе места вообще не мог найти. Ну, как, типа, родной брат делает так, чтобы я покинул команду Magic Five. У меня один вопрос. Ты голосовал против меня? Нет. Это неправда. Борода, послушай. Я не голосовал с той эмоцией, чтобы, знаешь, взять, не хочу видеть тебя. Это ради того, чтобы ты наладил общение с Настей. Потому что каждый раз, когда я тебя вижу, ты на нервах, ты с ней ссоришься каждый день. А все из-за того, что ты просто в работе. И поэтому я хотел сделать так, чтобы ты просто больше времени с ней провел. Все. Да, от такой жертвы пошли, но я не хотел, в первую очередь, чтобы ты прям взять и покинул ты команду. Ты знаешь, я тебе готов все деньги дать, которые у меня есть. И уже один раз такое было. Ну, очень странная позиция у Артура сделать добро человеку, чтобы изгнать его из команды. Все, что он сказал, это реально, вот правда. Я все ради брата готов отдать. Да или нет? Это правда. Бог там, это, наверное, один из самых сложнейших и тяжеленных детекторов лжи, которые мы вообще проходили. Ты представляешь, каково мне было тогда слышать, что мой родной брат вот так вот сделал на самом деле. Хотел сделать так, чтобы я наконец-то мог уделить нормально время семье и наконец-то хотя бы увидеть хоть какой-то выходной. У меня семьи нет, но я ее хотел. Но я вижу, что ты можешь с ней сделать и детей всех, а ну и по факту я пытался хоть как-то тебе помочь. Я считаю, нам не нужен этот детектор. Давай, пускай все обиды. Ну, нахрен его. Прости, все должно быть в прошлом. Вы просто завалили наши комментарии. Прикиньте, А4 тоже снимает детектор лжи. Я это видел. Хоть вы и не набрали достаточное количество лайков, мы ему написали и в итоге мы не получили ответы. Даже когда я подходил к нему на фестивале и говорил, чувак, давай снимем совместное видео. Он просто сказал, чувак, типа, я подумаю. И просто отвергнул мое предложение. Поэтому, мне кажется, с А4 ничего не получится. Но у нас есть второй шанс. Это Глент и Кобяков. Прямо сейчас напиши в комментариях, если ты действительно хочешь увидеть их на детекторе. И именно тогда мы можем... Да нет! Чувак, ты не можешь быть здесь, это просто какой-то бред. А что это было по видеосвязи? Ты сюда ехал? Да, я ехал сюда. Я... Стоп. Пацаны, я был реально в шоке. Без пинтов ты лучше выглядишь. Без пинтов. Олежка уже не в нем. Он же говорил, что навсегда там останется. Я реально сейчас был в таком диком шоке, когда я его увидел. Это жесть. Ну, раз ты приехал, и нам можно воспользоваться этим моментом, и подключить тебя к детектору, и задать тебе реально финальные вопросы. Потому что никто из нас не думал вообще в целом. Погнали, погнали. Принцы, хотят правду. Ты истории выкладываешь? Пацаны, я перед вами открыт, поэтому, конечно. Ну, я вчера смотрел истории из Доминиканы твоей. Ну, я выкладываю всегда с задержкой несколько дней. Ладно. Можем? Можно включить? Да. Первое, что приходит в голову. Отвечай максимально честно, я тебя попрошу. Почему ты здесь? Почему ты не сказал, что ты приедешь и приехал? Ну, если честно, то меня депортировали. Ты серьезно? Ты серьезно как? Ты там да выпендривался? Серьезно? Первый раз. Я не удивлен, если честно. А что ты сделал? Я снимал видео на канал свой новый. Первый раз вы приехали ко мне, когда меня побили, и я не доехал просто туда. А второй раз, когда я попал на этот остров. Законам запрещено вообще посещать этот остров и даже близко к нему приближаться. То есть, если ты его посетил и кто-то об этом узнал, тебя садят в тюрьму. Боже, ты пошел в соло, ты прям один пошел туда? Я заплатил денег, чтобы меня на корабле туда доставили, и я потом сам доплыл, потому что тот чувак отказался. Батя не сдается! Ты один был на острове? Да, да. Я слышал про эти острова, там есть флора и фауна, которая уникальна, и находится только на... Нет, нет. На самом деле очень много информации. Вы просто посмотрите видео, я выпустил уже его на канале. Вы просто офигеете, чтобы я вам долго не рассказывал, я понимаю, что вы сильные эмоции, но лучше просто посмотреть один раз, чем много рассказывать. Это правда, Роман, это то, что он говорит? Это правда. Конечно, это правда, пацаны. Я такой на остров жертвоприношений податься самому, ты больной вообще. Это правда, что тебя укусило какой-то, типа, насекомое, я не знаю, ты можешь показать ногу? Или это было рептилия? Я просто сейчас, ну, в бандаже, но у меня есть фотки, я фоткал. Просто начинает кипеть вода, я от этого начинаю убегать, убегаю в лес, и в это время я не понял, то ли мне что-то укусило, то ли что-то схватило за ногу, это просто супер мистический остров, там непонятно, что происходит. Нет, меня интересует самый последний вопрос, я не хочу тебе больше вопросов задавать. Ты приехал для того, чтобы поговорить с нами и вернуться как-то в команду? Я на это очень надеюсь, но... Нет, пацаны, я сюда приехал, во-первых, что меня депортировали, и я хочу просто сейчас взять вещи и улететь в другую страну, просто дальше, и буду дальше снимать других стран. Ты не можешь сказать, что будет? Вы сами просто все увидите на моем канале, я даже сам не знаю, куда я буду лететь, я сейчас просто беру первый билет в страну, которая мне нравится, и улетаю. Роман, это правда? Это правда. Чувак, я буду скучать. Ну, только, пожалуйста, можно одна просьба от всех нас? Отвечай хоть когда-то нам на сообщение. Да я Артуру отвечал. И заканчивают эти вот свои дурацкие похождения по острову, жертвоприношения и так дальше. Можно просто там пойти на что-то нормальное? Иначе убьем мы тебя, вот так вот. Да, просто вот так вот, нахрен. Блин, бацан, я за вами скучал, реально. Олежка, вот так вот. Я не успел приехать за твой красивый. Респ, я искренне тебе желаю удачи, реализовывай все свои... Мы тебя искренне любим. Спасибо, Никита, все тоже. Я еще вернусь. Будет у вас два ляма, я вернусь. Спасибо, Никита.